Возможно ли внедрить комплексную застройку на территории Саратовской области? Этот вопрос обсудили чиновники, общественники и строители. Сегодня, по крайней мере, в областном центре, новые микрорайоны возводятся без учета инфраструктурных проблем. В итоге при заселении квартир оказывается, что людям не хватает поликлиник, детских садов и парковок. Общественники предлагают использовать опыт других регионов, к примеру, Москвы, где объекты инфраструктуры возводятся за счет застройщика, но ему при этом предоставляют под них земельные участки. Смысл в том, что объекты создаются за счет средств строителей, затем передаются на баланс города. Если оказывается, не выкупаются бесплатно, безвозмездно передаются на баланс города. Если оказывается, что у строителя отсутствует земля для построек детского садика, парковочных мест, то этот строитель имеет преимущественное право на получение земельных участков рядом. По стопам Москвы в разных вариациях уже пошли Самарская, Ленинградская, Воронежская области. Но в Саратове такая инициатива приживется вряд ли, считают строители. Ведь бюджет региона не сравним с московским, и никакой подрядчик не возьмется за организацию инфраструктуры, если при этом не будет значительно увеличена стоимость квадратного метра. Очевидно, что если на сегодняшний день они будут исполняться за счет строителей, то возрастет стоимость квадратного метра, о чем мы говорили вначале. И очевидно, что количество проданных этих метров уменьшится. Нарезать это сверх уже купленного участка, сверх коммуникации, которая куплена за рыночный счет, мне, например, не представляется возможным. Строители предлагают обновить существующие нормативы застройки. В Саратове они последний раз менялись несколько лет назад. Сегодня нужно принять новый, согласно которым на каждую квартиру будет полагаться одно парковочное место. Правда, на кого возложить финансовую ответственность за возведение объектов инфраструктуры, участники заседания так и не смогли решить. А дело это крайне затратное. Только одна поликлиника, к примеру, в юбилейном обойдется почти в миллиард рублей. А полная стоимость инфраструктуры вообще заоблачная. На развитие всей инфраструктуры, связанной с обслуживанием данного микрорайона, необходимо, по моим оцептам, как строительный депутат, 5-5,5 миллиард рублей. В условиях сегодняшнего бюджета в Саратовской области говорить о том, что мы сможем решить эти проблемы без федерального центра, это заранее говорить о утопическом начале. Вопросы инфраструктуры новых микрорайонов чиновники обсуждают уже несколько лет. Но к конкретным решениям так и не пришли. В то же время уже сегодня чувствуется напряженность в микрорайонах, где не хватает парковок и поликлиника. А еще через несколько лет это может обернуться более серьезными проблемами.